Друзья, всем доброго здоровья и мир вашему дому! Вторая часть, как я был на суде. Поехал я туда, во-первых, потому что суд был открытый, там присутствовать мог кто угодно. Поехал я для того, чтобы... Ну, раз мне Анастасия Михайловна сказала, что тот, кто звонил, его не будет, но на самом деле, как бы посмотреть Дорика и Думьянина, а еще поехал-то для того, чтобы увидеть всю правду, чтобы Игнатий Тихонович и его брат, например, не смогли там наврать потом. Они спокойно могли наврать, придумать что угодно. И раз я туда приехал, все, они уже это сделать не могут. Приехал я туда утром рано, захожу, ну, как в фойе такое, где сидят еще до рамки. Рамка, этот охранник, значит, естественно, их не ошеломленные глаза, что я приехал. Значит, захожу, поздоровался со всеми, сел, сижу, приходит, значит, там приехали это, кто она, Володя Пащенко был, женщина с Барнаула, в очках такая, вот, и батюшка Игнатий Тихонович, вот, и, ну, да, значит, сидим. Приходит адвокат, как я понял, адвокат Александр, по-моему, что ли, Андреевич или Андрей Александрович, 100% масон, по, значит, ну, по меркам Игнатия Тихоновича, в галстуке, на пиджаке нижняя пуговичка расстегнутая, я в шоке, с кем общается Игнатий Тихонович. Значит, ну, и у меня вопрос-таки, может быть, он сам масон вообще? Этот адвокат, значит, здороваются по ручке с батюшкой, потом здороваются с Игнатием Тихоновичем по ручке, ну, то есть, это вообще для меня, думаю, как так можно было? Ну, да ладно. Он такой веселенький, такой говорит, ну, вот так вот распишитесь, тут подпишитесь, все, значит, вот, как я буду говорить, так и говорите, все. Сейчас мы подпишем мировую, все, такой трам-пам-пам, веселенький. Заходит тут, по всей видимости, обвинительная сторона, там, ну, кто она, как бы от администрации такой смурной мужик, там, здравствуйте, ага. Этот к нему подходит адвокат, говорит, ну, че-ка сейчас мировую подпишем? Тот такой, нет, мы не будем подписывать. Адвокат такой, опачки, как же так? Вроде, вроде на мировую готовились. Вот, ну, ладно, потом раз адвокат, там, уходил, он уходил, что-то вот обвинительная сторона уходила к суде, ну, я так до мысли, думаю, наверное, там поговорили, наверное, расписали весь смысл, что, ну, там, смысла, как бы, нету, не подписывать мировую, вот. Потом этот, значит, все, согласились на мировую. До этого адвокат говорит, значит, вы кто такие? Ну, на меня, там, на людей показывают, мы такие, ну, приехали поприсутствовать. Зачем? Ничего не надо? Это, давайте вот, чтобы не разжигать или как-то там, чтобы не нагнетать ситуацию, вы там, вам ходить не надо. Ну, я так сижу, думаю, странно. И вот эта женщина, которая там, значит, такая говорит, а мы будем записывать. Он говорит, а видео запрещено. Она говорит, а нам аудио разрешили. Он говорит, а не надо аудио записывать. Там сейчас вот этот суд, когда проходит, все записывается на аудио. И потом можно попросить, значит, и дадут копии прям, ну, нормально, без проблем. Поговорили они, и он ушел. Значит, получается, сидит батюшка, Игнатий Тихонович, женщина, Володя. Тут столик, потом я сижу. Ну, и эта женщина сидит и говорит, выдать слух. Я, как бы, немножко тоже не дослышу, вот, но смысл понятен, что она говорит, такой, типа, а мы все равно будем записывать. Батюшка такой, тебе сказали не записывать. Ну, вот что такие-то, ага. Она такая, а нам Игнатий Тихонович сказал записывать, мы будем записывать. Ну, то есть я батюшку никогда такой, ну, как, да видел, конечно, ну, просто тут еще охранник, вот. Он там, наверное, если бы можно было материться, он бы, наверное, там, и не знаю, бы там, да ты там, блин, тварь, да вы можете меня хоть здесь послушать, ну, или как-то вот такого. Я смотрю, он прям в таком, в гневе. А она сидит такая, а мы все равно будем записывать. Нам Игнатий Тихонович сказал. А Игнатий Тихонович здесь сидит. Он ничего не слышит. Это, короче, комедия была. Ну, ладно, ну, там батюшка весь в ярости такой, все. Ну, ладно, все, раз, подходи, значит, а я не ухаживаю, думаю, а что это, ну, решил адвокат, что мы не пойдем, с чего это. Судья, значит, все такой, как бы, подходит, открывает эту комнату. Адвокат подходит, говорит, пойдемте. Мы все стали, Игнатий Тихонович прошел через рамку. Значит, я такой адвокату говорю, я говорю, одну секундочку, а чье это решение, чтобы не ходить на суд? Он такой, ну, вы понимаете, я говорю, в смысле понимаете, это ваше решение, говорю, или судья? Давайте, говорю, суди спросим. И не помню, что сказал, он такой, ну, типа, ладно там, ну, и все, развернулся, ушел. Тут батюшка, значит, проходит вот так вот, равняется на уровне рамки, а до этого, когда я только приехал, мы сидели, и батюшка такой, Алексей, пойдем выйдем, ну, пойдем, вышли в коридорчик тут, где никого нет, на улице. Ты зачем приехал? Я говорю, как зачем, посмотреть доика и думиянина. Ну, ты типа в это, давай там, вот, все, что у тебя есть, приедем, потом дома порешаем. А мне интересно, то есть дома они до этого, они ничего не решали, там, сидят у себя по нормам, вот, а сейчас что-то там порешаем. Вот, я говорю, типа, не ходи на суд, я говорю, в смысле не ходи? Я говорю, суд открыт, я говорю, все, давайте, я говорю, это, ну, без, уже без всяких. Ну, ладно, так вот, буквально там поговорили, секунд 15-20, все, там, зашли, сидим дальше. И вот тут-то, значит, все встали, ну, не все встали, а батюшка встал, пошел, поворачиваться, не ходи, не ходи, не ходи, вот так вот, встал, вот так вот, ну, это, напротив рамки. Я говорю, в смысле не ходи? Я говорю, не ходи, я тебе прошел, не ходи. То есть, такая трусость в глазах была, то есть, ну, просто невероятно. Судья пошел, ну, такой мужчина, такой в мантии, а судья подошел с той стороны, такой говорит, пойдемте, пойдемте, на меня. А этот встал, батюшка говорит, не ходи, я тебя прошу, не ходи. А я такой судья говорю, смотрите, говорю, не пускает меня, вот, ну, не знаю, видать, ему стыдно уже стало, или что, батюшка, развернулся, ну, и все тут, вот эта женщина, и Володя, все, подорвались, все в это, пошли, значит, ну, радостные такие, что судья говорит, пойдемте, 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 все, суд открыт, и все. Мы зашли, адвокат говорит, мы там сели на заднюю лавочку, адвокат говорит, так, ваши права, значит, вы там не можете говорить, ну, так понятное дело, мы туда идем не для того, чтобы, ну, то есть, я не знаю, что там себе вот отец Аким там надумал, то есть, как вот он это представляет. Представляет. Я понимаю, что если я там рот открою, у меня первое предупреждение скажет, замолчите, второй раз открою, вот так выведите его, все, там охранник придет, выведет. Вот что они там себе наговорили, значит, Игнатий Тихонович официальную версию, то есть, ну, сказал в видео, он туда приехал, чтобы услышать, скажут ли его фамилию. Но если логически рассуждать дальше, ну, сказали там на суде мою фамилию, дальше что? Ну, уже судья сказал, все, ну, ну, и что? Ну, в пример, и что дальше, что изменишь? Вот, но если бы не приехал я, он бы, зная, то есть, ну, просто лживого Игнатия Тихоновича, он бы сказал бы, на суде сказали, что это звонил ты, вот. А так, если я был, значит, я вот сейчас рассказываю все подробненько, и были там свидетели, он уже, он уже не может сказать это, вот. Ну, и все, адвокат нам четко сказал наше право, мы такие, ну, понятно, рот на замок, все, сидим, все, дальше сидим, значит. Ну, дальше началось самое смешное, этот отец Аким был как официальный представитель Игнатия Тихоновича, что у него, ну, реально есть справка, у него там, как бы, наследственное, или там что-то у него повредилось, не слышит, в общем. Но не слышит не до такой степени, что вот прям, то есть, мы вот когда разговариваем с ним, мы когда я с ним разговариваю, он говорит, что ты орешь, типа, я и так слышу. Я такой, ладно, окей, вот. И, значит, тут, когда суд начался, этот, судья что-нибудь скажет, а батюшка, ну, типа, как переводчик, ты понял, что там это вот за это, а он сидит Игнатиш. А? Что? А? Я не могу просто, я там кое-как сдержан, то есть, там комедия такая была. Ну, ладно. Потом, значит, интересный такой момент, то есть, ну, как это все юридически. Просто мне показались весьма забавными такие формулировки. Значит, Игнатий Тихонович, однажды там, у него возникла преступная, значит, мысль, короче, там, спилить эти березки. Он поехал там со своими, значит, соратниками или как, там, совершив, не сказав им о своем преступном намерении. Ну, то есть, так, это все это зачитывает прокурор. Вот. И потом, когда они спилили, они покинули место преступления. То есть, не сбежали, как говорит Игнатий Тихонович, там не было слова сбежали, просто покинули. Вот. Ну, даже вот в этом, как бы, все равно, ну, так, как это, для нас это, кажется, весьма, ну, как-то юмористически или забавно. Вот. Потому что, ну, как бы, как преступник, ну, нарушил закон, понятно. Вот. Ну, и, значит, дальше потом дают слово Игнатию Тихоновичу. Он встает и говорит, что-то там сказал потом, такой говорит. Вот. Вот у меня есть клеветники, они на меня клевещут, но я на них не обижаюсь, потому что мне плетется венец. И такой сел прям. Я не знаю, вот, честно, если был бы Оскар, я бы прям, ну, вручил бы ему. Вот, понимаете, то есть, Леонардо Ди Каприо, это вообще просто отдыхает. Он бы, если в Голливуде был бы, получил бы прям его сразу. То есть, это было так прям, ну, не знаю. Ладно, значит, все тут, все обговорили, все, значит, что штраф уплатил, все в это, что эта сторона уже обвинительная, уже готова на примирение, значит, на мирное соглашение. Судья говорит, все, сейчас мы уходим, посовещаемся, через там 45 минут придем и зачитаем приговор. Адвокат говорит, ну, потом, когда уже все это, адвокат говорит, все, дальше уже без меня, я уже здесь не нужно, у него там следующие дела, он уходит. Ну, и все, мы на 45 минут там разошлись. Потом, значит, опять здесь все встречаемся, все, батюшка уже не стоит, уже в рамке, уже все спокойно, значит, все прошли, у нас этот все проверил. Все, стоим, значит, точнее, сели все, и этот судья начал говорить приговор. Значит, все встали, встать, суд идет, там все, все встали. Значит, я стою, возле меня тут эта клетка, где сажают, ну, особо, вот эта женщина, значит, а я стою, у меня руки вот так вот сзади, вот, ну, мне так удобно стало так сделать. Она мне, значит, показывает, типа, ну, ты, значит, судья зачитывает приговор, она мне показывает, что ты там руки назад сделал, сделай вперед, ты вроде стоишь, как этот заключенный там. То есть, вот, однажды был такой случай, брат Игнатия Тихоновича, Иосиф Тихонович, подходит к Якиму Тихоновичу, к отцу Якиму, и говорит, точнее, жена, жена дяди Иосифа Тихоновича, подходит к отцу Якиму, говорит, отец Яким, представляешь, вот меня муж мой, вот Иосиф, назвал последней тварью. Он говорит, ну, слушай, ну, согласно Библии, во свете Библии, Бог сотворил женщину последней, то есть, ну, да, ты последняя тварь, как бы, ничего здесь такого, вот. Вот, и вот, если вот эту всю ситуацию смотреть во свете Библии, то вот эта вот женщина, вот, последняя тварь, вот, стоит мне тут, вот, что-то показывает мне, что-то там, а я стою так, стою там, ну, как хочу, так и стою, то есть, вот, и здесь вот так вот, ну, просто, как можно так за несколько, как говорится, минут вывести просто, ну, человека из себя, да, то есть, не знаю, знаю, что там не раз жената была, вот, как бы, наверное, может быть, вот одна из причин, вот. И когда, во-первых, когда она вот так с батюшкой себя вела, она была где-то в двух платках, там, длинная юбка, и потом, знаете, для меня такое, ну, как, не то, что озарение, в принципе, это понятно было, ну, вот, тут еще живая картина, что, оказывается, и два платка не помогают тебе, как так вывести батюшку, то есть, это абсолютно такое, ну, такое дерзостное, такое непослушание какое-то хамское, вот. И интересна такая тенденция, что Игнатий Тихонович возле себя кучкует именно таких людей, то есть, подобное к подобным, дерзкие, хамовитые, наглые, вот, примерно она так вот, ну, как бы, с батюшкой, то есть, они его вообще ни за что ставят, вот. И вот здесь вот так же вот она стоит. Ну, и потом, когда, собственно, это слово зачитали, она там ко мне, ну, что ты рад там, а что рад, ну, как бы, чему радоваться? Радоваться, если Игнатий Тихонович, значит, принесет достойные плоды покаяния, за душу его радоваться, вот. Это Бог, Бог дает небольшие щелчки такие для того, чтобы дать человеку, ну, пока он еще живой, пока в уме, то есть, покаяться, покаяться, принести покаяние, потом уже этого покаяния не будет, вот. И все, и я прям этой женщине, я говорю, ты, говорю, бессовестно мне, говорю, с тобой даже разговаривать, я говорю, ты сначала, говорю, у батюшки, говорю, прощения попроси. Да, да, я попрошу, попрошу, вот, ну, и там, я говорю, лицемерко, говорю, даже разговаривать, ну, и все, и пошел. Это когда уже зачитали приговор. Когда зачитали приговор, значит, потом, видать, этот выключил судья, говорит, ну, мужики, а теперь, говорит, нет, уже без протокола, скажите, кто позвонил-то все-таки? А батюшка такой стоит, говорит, да Бог его знает, мы не знаем, ведь кто, ну, мы реально не знаем, кто угодно мог. А судья такой, а, так что не знает, я же читал, там же написано, Лапкин позвонил. Ну, мне так смешно, Лапкин. Вот, а батюшка, да нет, нет, ну, то есть, говорит, там написать, говорит, могли, что угодно могли сказать. Батюшка говорит, мы не знаем. Вот, Игнать Тихонович, да и молчал. Потом еще судья говорит, говорит, слушайте, мужики, откуда вот у вас такие сапоги? Ну, я был в сапогах своих Ромовых, там, Игнать Тихонович, ну, и там, Игнать Тихонович сказал историю, что, вот, там, кто-то ему отдал, там, ну, вот, и все. Как бы и все, этот судья что там еще задал Он говорит, вы же живете Отдельно Как общество своим Кто позвонил, это же из ваших Кто-то сказали, что оттуда вы позвонили Ну и батюшка четко сказал Да мы не знаем, кто позвонил Хотя Здесь батюшка Люди некоторым говорил, я знаю, кто позвонил И после суда, как пройдет суд Я это скажу обязательно То есть они знают, значит они знают, кто позвонил на суде, именно для этого я и присутствовал, вот, то есть теперь уже никто уже соврать из них уже ничего не может, они конечно этого не ожидали, что я поехал естественно, переполненные всяческой злобы, вот, а я поехал по миру, то есть, понятное дело, что я поехал туда не что-то говорить, потому что то, что я скажу, уже дело не пришьешь даже если я что-то скажу вот, ну, я это понимал, я туда не за этим ехал вот, и все, вот так вот суд прошел значит, все там, все оплатили все, это, все вернули все отдали, вот у Игнатия Тихоновича все благословенно прям, все хорошо, то есть вот, и когда ему там вопросы задают что все-таки судья-то сказал Игнатия Тихоновича-то уж мимо ушей там не услышал там или он говорит, а мне, говорит, все равно то есть теперь ему все равно и опять же, я говорю, ноль доказательств вот, вот так прошел суд, так Бог реально устроил что, ну, как сказать еще раз, еще раз показывая этому человеку, что он должен принести покаяние вот, и я думаю я в прошлом ролике призывал человека который позвонил, это реально связаться со мной мы запишем ролик на скайпе где вы расскажете, почему вы то есть я говорю, я вас не осуждаю ни в коем случае вот, вы просто расскажете, почему вы это сделали и все, мы все люди ну, обиделась, вас обидели там, и меня тоже много чего кто обижает и так далее поэтому, ну, это жизнь тут ничего такого а с Божьей стороны, если смотреть для нас, это для всех как бы пример вот мы увидели еще раз очередную ложь Игнатия Тихоновича а все почему? потому что не человек однажды когда-то не пободрствовал вот, и демон его значит, ну, просто взял свой оборот и уже там может быть не один демон уже вот, потому что он даже не понимает что такое там хулана Духа Святого там постоянно говорит что там кто-то там Духа Святого похулил там не поймешь про кого он это говорит вот, но знаете, как бы можно на это внимание не обращать вот тем более сестра Игнатия Тихоновича звонила отцу Иакиму вот и говорила по поводу ролика там, где вот он говорил, что его отравить хотят а отец Иаким сказал говорит, да это старческий маразм вот то есть, ну, можно, наверное к этому так относиться тем более, если вот брат это так говорит, что ну, наверное то есть, наверное, вообще не надо там на него как-то внимание обращать вот так вот третью часть значит в продолжении этих видео я расскажу про нашу деревню про будущее небольшой ролик и ну, про наши планы так скажем так что следите за выпуском всего доброго оставайтесь с Богом до новых встреч